Добрый день, друзья! Давайте поговорим о том, что сегодня происходит на рынке аренды недвижимости в городе Днепр. В какую недвижимость сегодня лучше вкладывать деньги? И какой из рынков недвижимости, первичный или вторичный, приносит большую доходность от аренды? Итак, я разделил рынок жилой аренды на 4 категории. Я не делил его на 1, 2, 3-комнатные квартиры, не делил его на районы. Давайте посмотрим на общую картинку. Проанализировав существующую базу предложений по аренде жилья, мы получаем следующую картину. Первая категория квартир – это квартиры с бюджетом до 5000 гривен. Их у нас 38% рынка. Вторая категория квартир в бюджете от 5000 до 10000 гривен. Их у нас на сегодняшний день 37%. Третья категория квартир с бюджетом от 10000 до 20000 гривен. Их на сегодняшний день 21%. Третья категория – 10-20 тысяч. И четвертая категория от 20000 гривен и более составляет 4% от общего рынка. А теперь давайте посмотрим, кто же является потенциальным претендентом на такую недвижимость. И на какую из категорий спрос больше или наоборот меньше. Для наглядности давайте с вами нарисуем диаграмму. Потенциальных арендаторов я тоже разделил на 4 категории по уровню их дохода. Итак, первая категория – это потенциальные клиенты с зарплатами до 5000 гривен. Исходя из анализа рынка, это примерно 40% от общего числа клиентов. И то, я думаю, что эта цифра вполне может быть существенно занижена. Так, 40% до 5000 гривен. Первая категория. Вторая категория – это клиенты с доходами от 5000 до 10000 гривен. Примерно около 30%. 30%. Третья категория клиентов с доходами от 10000 до 20000 гривен составляет примерно 20%. Около 20% от общего количества потенциальных клиентов. И четвертая категория потенциальных клиентов от 20000 и более составляет, на мой взгляд, 4%. Квартиры первой категории до 5000 гривен снимают первая, вторая и третья категории клиентов, что составляет около 80% общего спроса на 38% квартир на рынке. Это примерно на одну квартиру приходится 4-5 потенциальных клиентов. Остаток спроса 20% клиентов приходится на 62% квартир. Таким образом, мы получаем огромный дефицит в категории первой до 5000 гривен. Таким образом, получается, что на рынке недвижимости довольно-таки большой перекос спроса и предложения на бюджетные и на дорогие квартиры. Из-за чего цена на бюджетные квартиры возрастает, а цена на дорогие снижается. В итоге, 20% оставшихся клиентов распределяются примерно следующим образом. 15% клиентов на вторую категорию недвижимости от 5 до 10 тысяч гривен. 4% клиентов на третью категорию квартир от 10 до 20 тысяч гривен. На сегодняшний день это спрос примерно 1 клиент на 4-5 квартир. И 1% на квартиры от 20 тысяч гривен и более. Итак, давайте с вами посмотрим, в какую недвижимость на сегодняшний день лучше инвестировать деньги и почему. Для того, чтобы получить 15 тысяч гривен с аренды квартиры, это примерно 575 долларов, необходимо приобрести квартиру общей площадью 70-75 квадратных метров. Предположим, что это ЖК Панорама, где цена за квадратный метр в среднем 850 долларов. Общая стоимость квартиры составит от 60 до 64 тысяч долларов. Расходы на ремонт мебель и технику одного квадратного метра в такой квартире составят около 300 долларов. Умножаем на общую площадь 70-75 метров и получаем расход на данный вид работ 21-23 тысячи долларов. И общую стоимость квартиры 81-87 тысяч долларов. Теперь давайте посчитаем минимальные сроки окупаемости такой недвижимости. Как мы ранее говорили, арендная плата составляет 15 тысяч гривен, что составляет примерно 575 долларов. Умножаем на 12 месяцев, получаем годовой доход 6900 долларов. Умножаем на 12 лет и получаем цифру дохода 83 тысячи долларов. С учетом того, что за все 12 лет арендаторы с квартиры не выезжали, не делался косметический капитальный ремонт, не менялась мебель и техника. Однако, с учетом простоя и дополнительных затрат на квартиру, срок окупаемости может увеличиться до 15 лет. Для того, чтобы получить такую же доходность на вторичном рынке, мы можем, к примеру, приобрести 3 однокомнатные квартиры стоимостью примерно 25 тысяч долларов. Каждая из таких квартир будет давать доход в месяц 5000 гривен. Учитывая, что у нас этих квартир 3, мы получаем те же 15 тысяч гривен, 575 долларов в месяц. При сумме затрат общей 75 тысяч долларов. То есть, по сравнению с первичным рынком, мы экономим порядка 8 тысяч долларов. А теперь давайте рассмотрим плюсы и минусы как первичного, так и вторичного рынка. Минусами на первичном рынке является то, что количество клиентов на такие квартиры меньше. Такие клиенты более требовательны к квартирам, поэтому это дополнительные расходы на содержание таких квартир. Плюсом на первичном рынке, конечно же, является отличный способ сохранения своих средств. Теперь давайте рассмотрим вторичный рынок. Огромным плюсом вторичного рынка является минимальный простой таких квартир, поскольку спрос на аренду бюджетных вариантов, как мы уже с вами говорили, намного превышает предложение. Также это минимальные вложения в ремонт таких квартир, поскольку клиенты в таких квартирах менее требовательны, чем квартирам в новостроях. Также это очень ликвидные варианты при продаже квартиры, поскольку спрос на бюджетные варианты есть всегда. При необходимости обналичить деньги, вам не нужно продавать всю недвижимость, вы можете продать одну из квартир. Большим минусом вторичного рынка является то, что это практически на 95% морально устаревший фонд жилья, практически исчерпавший свой ресурс. Друзья, выбор, конечно же, всегда за вами. Обращайтесь к профессионалам.